Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцова. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев. Богослов, проповедник, церковный строитель, человек глубокой духовной культуры. Он родился в семье потомственного священнослужителя. Его деды и прадеды с XVII века служили у престола Божия. Сам владыка продолжил это великое дело своей семьи. И много послужил во славу матери церкви в непростое для нашей страны время. С возведением в сан епископа владыка Петерим был назначен председателем издательского отдела Московского патриархата и возглавлял его на протяжении 30 лет, распространяя свет духовного просвещения, в трудные годы государственного атеизма и в последующие постсоветские годы. О жизни и трудах архипасторя рассказывает книга Ольги Рожневой, вышедшая в свет в издательстве Сретенского монастыря в серии «На страже веры». Она называется «Митрополит Петерим Нечаев». Митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев – один из наиболее почитаемых иерархов Русской Церкви, взявший на себя тяжелейший подвиг стояния за веру в богоборчеством государства. Несомненно, отмечает автор, что расцвет церковной жизни в нашей стране подготовили такие люди, как он. Эта книга познакомит читателя с жизнью, служением и наследием владыки. Митрополит Петерим в миру Константин Владимирович Нечаев родился 8 января 1926 года в день празднования Собора Пресвятой Богородицы. Его род обосновался в Тамбове с 1685 года, когда епископ Петерим, назначенный на Тамбовскую кафедру из Вяземских архимандритов, привез с собой небольшую группу священников-миссионеров для того, чтобы просветить Мордву. В числе этих миссионеров были и предки будущего архипасторя. С конца XVII века по епархиальным спискам можно проследить непрерывный перечень его дедов и прадедов. Владыка вспоминал, «Оба моих деда были сельские священники. Один служил в селе под названием Селезни, другой — в селе Космодемьянова. По рассказам о них я и сужу о жизни сельского батюшки, который вместе со своими прихожанами пахал, сеял, доил корову, водил лошадь, на праздниках позволял себе и повеселиться. А прихожане могли к нему запросто подойти. Он был свой среди своих». Отец Владыки, священник Владимир Андреевич Нечаев, служил в Ильинском храме города Козлова. У отца Владимира был нищий приход, куда входили так называемые ямы, лачуги и землянки, в которых жили бедняки. Помимо служения в храме и работы на приходе, отец будущего владыки преподавал закон Божий в гимназии. В семье Нечаевых росли 11 детей, среди которых Константин был младшим. Когда отец, утомленный долгой службой, работая на приходе, помощью бедным и прочими делами, возвращался домой и в изнеможении ложился, на него сразу же наседала детвора и требовала рассказа, кого он встретил днем. Отец говорил, «Да нет, никого я не встретил, так зайчишка мимо бежал». А потом начинался рассказ, обязательно завершавшийся каким-нибудь нравственным выводом. Дети в семье вспоминали эти вечера с отцом, как минуты райского блаженства. Потом дети уходили в детскую, а взрослые оставались проводить итоги прожитого дня. Ежевечерний анализ того, как прошел день, стал семейной традицией. Костя с детства знал, что его будущая жизнь будет связана с церковью. Самые первые детские впечатления будущего владыки были от церкви, от службы. Он ходил туда постоянно и даже пел на клиросе. Помогал маме печь просфоры. Владыка признавался, что не помнит, чтобы у него в детстве в храме появлялось чувство усталости или скуки. Играть в церковь мальчику дома не позволяли. Как бывало в некоторых семьях, где мастерили из бумаги филони или сакасы и приделывали бубенцы, чтобы звенело. Когда ребенок как-то раз попробовал устроить колокольный звон, приладив к столбу какие-то жестянки, ему сказали, что так делать нельзя, потому что это бывает только в церкви. Еще, как вспоминал владыка, его детские впечатления были связаны с обысками, визитами налоговых инспекторов и арестом отца. Отца Владимира арестовывали несколько раз. Впервые в 20-е годы, во время обновленческого раскола, потом уже на памяти владыке в 1930 году. Мальчик запомнил, что пришли за отцом ночью и что небо было звездное. Тогда, в 4,5 года, Костя твердо решил, что станет священником, как папа, но при этом еще и монахом, так как ему не хотелось подвергать опасностям близких и заставлять их переживать те трудности, которые выпали на долю его семьи. К слову сказать, отец владыки умер в 1937 году, 17 декабря, в день памяти великомученице Варвары. Владыка говорил по поводу ранней смерти отца. Горе, конечно, было большое, но со временем все поняли, что это была милость Божия. Останься батюшка в живых, его бы опять арестовали, а те, кого забирали в 1937, назад уже не возвращались. Десять лет без права переписки. Воспитывался Костя в основном под женским влиянием, матери и старших сестер. Его мама, Ольга Васильевна, в 1946 году была награждена золотой звездой, мать-героиня. Владыка вспоминал, воспитательницей она была великой. У нас в семье вообще очень бережно относились и к детству, и к материнству. И с детьми никогда не говорили на детском языке, никогда не сюсюкали. Мама после ареста отца ежедневно вычитывала его иерейское правило, три канона, так как в тюрьме у него не было канонника. Впоследствии она каждый день прочитывала всю псалтирь. Еще в семье был обычай. Во времени взгод читать Псалом 34-й. «Суди, Господи, обидящие мя, побори, борющие мя». Митрополит Петерим вспоминал, «Пока мама была жива, дома молиться было легко, после ее смерти стало труднее». Братьев и сестер Владыка не просто любил. Они являлись для него образцом для подражания. Братья были видными инженерами, хотя как дети священника считались лишенцами и в 20-е годы не могли учиться в государственных вузах, а до 1935 года даже не имели паспортов. Все братья и сестры Владыки сохранили веру, хотя это было нелегко. Владыка вспоминал о годах детства. Вообще советская действительность была во многих отношениях парадоксальна. Во-первых, многое из того, что явно запрещалось, на самом деле делать было можно. При этом, несмотря на все тяжкие испытания, сохранялись и даже культивировались какие-то глубинные основы нашего национального духа — общинность, отзывчивость, бескорыстие. В последнее время, то есть для Владыки в начале 1990-х, удару подверглись именно эти стороны и стали насаждаться противоположные качества — индивидуализм, эгоизм, расчетливость. Будучи тамбовцем по корням, Владыка по воспитанию был москвичом. Он очень хорошо помнил довоенное время. Вспоминал, что Москва в те годы сохраняла еще многие старые традиции и обычаи. Уклад, который формировался веками на основе строгого соблюдения церковного устава, перешел в быт и проявлялся в радушии, приветливости, столь характерных для старых москвичей. И вся эта атмосфера приветливости еще сохранялась в долгие годы, несмотря на очень сложные времена. В школе Косте относились хорошо. Что он верующий, понимали, но делали вид, что не знают. Ни в пионеры, ни в комсомольцы мальчик не вступал. Его пробовали уговорить вступить в пионеры, стали допытываться, почему не вступает. Константин ответил, что пристали, не хочу и все, понимаете, не хочу. Больше не приставали. Однако в стороне от классных дел он не оставался. Редактировал школьную стенгазету «Камар». Школу Константин заканчивал уже в Москве в 1943 году. В этом же году он поступил в Московский институт инженеров транспорта, МИИД. С 1945 года стал и подиаконом патриарха Алексея Сейманского. И с того момента почти 25 лет почти неотлучно находился около Святейшего. В том же году Константин стал одним из студентов первого набора Богословского института и богословско-пастерских курсов, преобразованных в 1946 году в Московскую духовную академию и семинарию. В 1951 году он закончил академию со степенью кандидата богословия и остался профессорским стипендиатом и преподавателем на кафедрах патристики и истории западных вероисповеданий. В 1952 году святейший патриарх Алексей I Сейманский рукоположил Константина во диакона, а в 1954 — во священника. В 1959 году отец Константин принял постриг в монашество с именем Петерим в честь святителя Петерима Тамбовского. О дальнейшем жизненном и духовном пути владыки читайте на страницах этой книги, в которой собраны его жизнеписания, воспоминания о нем и его духовное наставление. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев почил 4 ноября 2003 года в праздник Казанской иконы Божьей Матери. В путь всея земли его провожал святейший патриарх Алексей II. Он сказал, «Самоотверженное архипастерское служение митрополита Петерима, его удивительный дар слова, внимательное и доброжелательное отношение к человеку привлекали к нему множество людей. В нашей памяти митрополит Петерим останется как великий пастырь, человек огромной доброты и исключительных энциклопедических познаний. Со дня его кончины прошло уже 14 лет, однако память о нем в сердцах людей не угасает и с каждым годом становится только ярче». Свидетельством тому является и данная книга. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok